Всех приветствую на своем канале Я тут, походу, слегка простушенная и сонная муха Видос, который я хотела записать вчера, должен был быть, точнее будет, посвящен чаю Который вообще-то уже закончился, там буквально чуть-чуть осталось чайники И мы это с ранней добиваем Чай, монастырский, успокаивающий Пакетик еще, что мы взяли? Спортрав чая, монастырский, мелиса, душица, иван-чай, свиропой, листья смородины, листья малины, листья земляники, листья мяты, клубники, чеблица, липовый цвет Вообще, можно самим это собрать Единственное, вот у меня, например, для чеблица Все остальное, прави Листья малины, допустим, со смородиной Субтитры сделал 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 Ну и получается так, что он у меня стоит А она где-то через три спа? Оце допила Я не помню, что за чай, 2 чай? В общем она 좀 дала Я еще с кем-то поделилась Потом у меня тётушка тогда стала ночевать Через ночь Ну, и как разгр Jeff Точнее зв .... Унялла пальницы И получилось так, что нужно было потому что и в принципе меня он срубает 1 к 3 попил и пуф а она с него нормально спит но я решила у нас вчера закончилась корочка и что можно собрать конечно можно конечно что то подобное потому что в принципе я конечно хотела делать обзор я помню про них обзор своей коллекции чая но так как он сначала хотела все эти чай которые именно как чайный куст там лопача мата и прочее случай а потом уже травм но получилось что раз у меня оно закончилось раньше чем мои руки добрались до всего этого то то я его решила сейчас обозрить вот все 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 по ее словам в молодости когда еще и все бальзамов не было в продаже просто шампуни окачивала лос после применения шампуня отваром полыни вот насчет горькой не горькой не знаю но я так поняла что и горькой еще какой то там я год назад собирала траву в районе где у нас аисты обитают не доходя до фермы буквально практически в метрах двух от постамента яисты и увидела такую травку решила ее собрать и только в этом году узнала что это какая то родственница ну тоже полынь какая то там узнавидность в общем я думаю сделать на днях настой этой точнее отвар этой полыни и протестировать ее в роли ополаскивателя для волос пустые вот это вот шампунки и что то я чую что начала я со здравия закончила волос точнее начала шепотом а сейчас уже просто тихо говорю еще никак не пронировлюсь когда фотик был на книжках то как то шептать получалось само собой ровно когда фотик встал на постаменте на триподе на штативе точнее то то теперь уже как то то ли думаешь что я не услышу то сейчас шептать ложь то ли еще как то ну давай тихо я сейчас говорю что у меня кто-то не был гостей кто-нибудь не понял что тут разговаривал кстати удобный дозатор в этом флакончике хоть какой то плюс с учетом того что коробочка была полностью не полная не полностью как вектор ну и с какой то там минуты можете я не знаю как там здесь я закрыл здесь я закрыл Буквально, ну, может быть, дня 3 или 4 назад у меня пришел вот такой пакетик, я его знавидла в сутях в почтовом ящике и очень удивилась, потому что я в июне, оказывается, попустила уже 20 каталога и посмотрю в кабинете личном, думаю, да узнаю, раз что-то, и на деньг или нет. Не знаю, как это объяснить, уже потому что кто-то знает. В общем, пришел мне каталогик Эвен, который сейчас действует, по нашей области, пятнадцатый, ну, в таком конвертике, вместе с вот этой хренотенью. Может, это у них лишние каталогики или этот принцип ввел, а ты пропустила два каталога. О, перешла на шепот. Ну, вообще сложно между шепотом и не шепотом. Может, потому что я немножко хрип. Когда я начинаю шутать, то хрип как-то сильнее кажется, потому что я не знаю. ну, вот слышно, как я его и ставлю. В этом положении или нет. Будут куча комментариев, что это не АСМР. Признаюсь честно, я сама не уверена, что это. Я хотела записать, кстати, вот мое платье, оно подешевело тут носок. Хотела записать все отдельными файлами, потом я два файла, да, вспомнила про этот шампун. Я решила не мелочиться делать все в одном. Сейчас я сейчас пойду в магазин. Надеюсь, я приду с улицы, буду более-менее живая. А то как... Вообще. Будто у меня из золгора долго верит пыльным картофельм немножечко полпустым. Все. Самое интересное, что мне вообще сейчас ничего не надо. Там ливени? Да и клиентов как-то год наврял. Вообще, может, не кот напрял, но кто-то там напрял. Выражение такое есть, означающее, что нифига нету. Хорошо, что я все время это не заказала, были степные ломки. А как ты там почитала, что показалось, что это стопроцентный хлопок? Во время я очень хотела такую жилеточку. С одной стороны, я не знаю, бывает ли она, я знаю, бывает ли она. Хлопок там или еще что-то. С другой стороны, если не бывает, то, в общем, меня всегда как-то сталкивало, что она ненатуральная. Хотя бы вот лопить что-то тут тоже. Ну да, тут есть какой-то малый процент какого-то там полиэстера, но сколько-то 80 процентов хлопка. Возможно, волоса то есть повыше, но как раз из этого хлопка как-то имитировали. Возможно, я не права. Опять же, ответите мне в комментариях. Я пердобил кофту. Еще раз, наверное, хотела эту кремку. Вы поняли, что она и так брахла с вертоликами. И потом он заменил. Девяту трубе и вписанного рубля нагреться нафиг. Ой, вспомнила. Меня же просили смр-та просмотреть, загуглить, понять, что это и записать. А я ленивая. Я только сейчас вспомнила про это. Вот сейчас пролистаю. Ведь в видео ты уже не уленишь, потому что я получится говорить так растянута. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Кстати, я слышу шерох этих страниц. Я боюсь. Ух ты. Его можно понюхать потом. И этот тоже. Потом понюхаю. Хоть какой-то плюс в этой макулатуре. Новинки духов понюхать можно. Я вообще вчера кучу всяких сладостей накупила. Можно было бы написать обзор, как я икру. Я говорю, о, купите эту сладость. Она была назначена за продажу исключительно в Казахстане, чем дело нашей пятерки напротив третьей школы. Без понятия. Ну, получилось так, что я вчера два редакта сделала за день. И я просто их захавывала во время редакта. А еще внезапно. Не знаю, как вы заметили. Нет, в прошлом видео для конца у меня древор пропал. Я снимала, когда лапу у меня, по крайней мере, я не заметила, что они трясутся. Потому что есть два варианта. Когда я не замечаю, что они трясутся. И когда я замечаю, что они трясутся. Еще такой момент был. Я вчера снимаю, значит, это все. Уже засняла. Фотик как разразделился. Стояла, думала, можно хоть чуть-чуть поснимать, но как-то просто даже пофотографировать. Стою, посмотрю, значит, стену. Как стену. Кусок такого постамента. Там где-то предпоследний кадр, предпоследний кратко видосик моего последнего прошлого видео. Вот этот углич, как раз на армейский бульвар. И идет какой-то такой мальчик, видимо, студент. Вот он на меня смотрит. И я на него так устала, по-моему, смотрит так. И я на него так же смотрю. Я думаю, что он на меня смотрит? Наверное, у него такие же мысли были. Правда, он первый уставился. Стоял так, посмотрел, пошел дальше. Вообще, там очень мало людей бывает в этом месте. Ну, я стараюсь только попадаться к тем, когда людей там в таких местах не было, чтобы поснимать. Но, наверное, люди, наверное, смотрящие, лучше там не в людей показывать улических. А мне как-то всегда, вот даже когда фотки, у меня один экскурс-кутовед, он же Вениамин, в 2011 году обозревал как-то набережное уличе. Там народу практически, по-моему, вообще не было людей, когда я сфотографировала тогда. Хотя я там, может, часа два провела с фотиком. Ну, в общем, не было там тогда людей. Был Кассио у меня, только другой. Ну, тоже, ну, что-то там, вот этот у меня с вариацией для еду. Он тоже тут был, с кучей всяких функций. Хоть мне Кассио и ругаются, кому не лень. Никому лень, наверное, не ругают, потому что лень. Ну, в общем, наверное, было просто удивительно увидеть там кого-то, шастающего, с телефоном еще стоящим, типа фотографирующим вот этот, за историческую подразрушенную часть биофабрики. И вот так называется у меня, как обычно, закончилось время на мои 17 минуты. Я не помню, на чем я там остановилась. Сейчас я уже включил свет, чуть-чуть перейдилась. С той флешки у меня скинулся на ком, и, кажется, этому не стало каталог. Вообще, да, я какая-то очень любитая жизнь. За последние три дня у меня что-то там до хрена этих переводов редакторов было. Ну, лично до меня просто без перерыва практически. Ну, как с перерывом, куда я кормят и не подбегала. В общем, сейчас у меня опять две лампы. Ну, у нас как-то напряжение в доме какое-то сказочное, что у меня отражается на мою иллюстрае. Что у меня три лампы, то две, то вообще цвета музыка. Ну, я вроде как-то стал каталог повторно, да. Что-то еще такое говорило. Сейчас. Как-то у меня так, ух ты, слушайте, я сейчас заметила, что тут такая красивая, как крышечка-то. Аж из-за одной крышечки заказать надо, наверное, да. Ну, не знаю, надо ли мне сейчас что-то или нет. Еще мне вот этот цветочек второй раз уже напоминает такую клубничку. В общем, какая-то я такая вялая. Надо как-то брать все за жабры. Хотя бы примерно расписывать, что я должна снять, смотреть по этим. Ой, забыла совсем про ртом. Надо же было, что собиралась это сделать, обзор с красными ногтями. И красной помадой или красным блеском. Придется делать специально отдельный СНР. Составлять себя шептать на какую-нибудь тему. Красить ноготочки и красить губки. Наверное, сегодня уже не получится, потому что как-то у меня сегодня по времени. Скорее всего, уже действительно не выйдет. Я даже не помню, говорила ли я там в видосе, что собиралась порисовать. В общем, если уже говорила, то не буду повторяться. Если уже не говорила, то... Не буду читать, потому что я как-то не пролистывала. Вот у меня самый конец только глянула, где я остановилась. В общем, такая полугаварилка про это. Ну, сейчас, может, не знаю, слышно, наверное, как слушать. У меня компа или нет. В общем, какая-то я не какая сегодня. Если кого-то это напрягает, то простите. Ну, в общем, если вы досмотрели до конца... Ну, у меня, не знаю, еще раз на всякий случай прилистая каталожик. Вообще, я не помню, там плился или нет. Я там видел какую-то интересную сумочку, кстати. Второй раз я про листую. А, вот. Смотрите, какая сумочка. Мы чисто из-за этой вот отделки. Хотя у меня сумочек прилично. А, он с этой музыкой, кстати. Ну, в общем, на всякий случай, я его еще раз пролистаю. В общем, если вы сиялись сильнее, то я рада. Писательно как-нибудь спешу, что-нибудь, как я там что-нибудь пробую. Не знаю, там красиво, чтобы я прожрал на камеру. Но прожрать на камеру надо эти какао можно купить. В общем, что-нибудь еще там, когда буду мини-велое. В общем, у нас такая погода, серая, дождь. Я пятьдесят на пятьдесят ранее обрывался под душ. Сейчас я то не сплю, то не сплю, то вообще никакая. Тип савата какая? Никакая. И я постараюсь заново выдерживать стиль, то бишь шептать одним тембром, одним ритмом, одним громким громкости. Ну, в общем, думаю, пора прощаться. Если вы сюжет просили, я рада. Не зря потратила время без того, чтобы эти магазины напрямую. Ну, пишите комментарии. Ладно, я разрешаю выяснять свои отношения в комментариях. Хотя у меня вытекает. Пока больше никто там не писал друг другу всякие комплименты в кавычках. Пишите, ставьте лайки, дизлайки. Подписывайтесь на канал, если вам это интересно. Ну и до новых встреч. Пока. Пока.